всем привет хотелось бы чтобы мы сообщение слышала как можно больше украинцев дело в том что мы с вами все живем в очень сложное но удивительное время мы что в преддверии марта мы будем делать свой выбор осознанно самостоятельно без чего-либо влияния и чьей-то помощи и мы на это заслужили мы заплатили бешеную цену за этот шанс шанс который можно просто сейчас взять и про ибо каждый порядочный человек должен надеяться только на самого себя встать поднять свою жирную выборы каждый должен пойти на выборы и выбрать чтобы за вас это не сделали какие-то но это в двух словах казалось бы что может быть проще но в нашей стране даже когда просто все очень сложно понимаете сейчас объясню здрасте скажите вы на выборы идете один вопрос речи на выборы или нет здрасте и вопрос просто идете на выборы я не могу а что я такого спрашиваю страшно сложно ответить перепуганное население просто да нет идете на выборы или нет скорее всего что нет да и скажите вы пойдете на выборы да или нет просто нет а чего идете на выборы нет а чего не интересует вообще мужики один вопрос идете на выборы или нет да нет больше не буду спрашивать ничего а чего не хочу ничего ничего не хочу а чего не лень здрасте мужики а вы пойдете на выборы на выборы чего нет нет а чего нет а чего я Я не знаю, я с Луганской, я не знаю, как голосовать. Вы не знаете, как голосовать? А как вы думаете, как голосовать? Без понятия. У меня прописка в Донецкой области. Голосовать вы не будете? Нет. Так мне в Луганск надо ехать. У вас луганский паспорт? Да. И вы не знаете, как голосовать? Нет. В Донецк. Ну а чего не идете из Донецка? Куда? Ну на выборы голосовать. У нас там временно оккупированная территория. Так а можно проголосовать в Киеве с паспортом Донецким? Можно. Пойдем. В Украине на данный момент живет более 2 миллионов людей с Донецкой и Луганской пропиской, которые даже не знают, как правильно проголосовать. А почему? А потому что это им никто не объяснил. А почему? А потому что это кому-то выгодно. Поэтому я вам сейчас расскажу лайфхак, как проголосовать переселенцу на выборах. Предупреждаю сразу, информации будет много, так что заставайте свои телефоны, открывайте заметки или тетрадки с ручками, как вам удобнее. Короче, шаг номер один. Берем паспорт. Шаг второй. Идете в ближайшую районную администрацию. Шаг номер. Пишите заявление о временной смене места голосования. Все. И все, ребята. Проще простого. Этот процесс, если нет очереди, занимает до 10 минут. 10 минут вашей жизни. 10 минут. 10. Это же быстрее, чем пельмени варятся. Выборы это пельмени. Это же как рабочий день депутата Верховной Рады. Это же как секс у кого-то. Короче, я считаю, что лучше 10 минут потерпеть, что потом 5 лет отдыхать. А не 10 минут отдыхать, что потом 5 лет терпеть. Помогите ближнему своему. Сделайте репост. Спасибо. С вами был Русик Ханумак. Еще увидимся. Данный лайфхак работает до 26 марта включительно. Не позже, чем за 5 дней до выборов. Субтитры сделал DimaTorzok